Палочки. Откроем сразу. Палочки-хринялочки. Чё что за трава такая? Чё за трава, народ? Народ, всем привет! Сегодня я вернулся. У нас, как вы слышите, какой у меня голос? Я немножечко отсутствовал, немножечко. В общем, вы всё понимаете. Я приболел, потом приболела жена, потом мать Ленюшка нас, конечно же, повязала, и мы не хотели снимать. Но в итоге я вернулся, но до сих пор у меня такой голос. Я не знаю, почему. Может быть, у меня переходной период, может, я повзрослел, может быть, не знаю, что ещё может быть. Будут версии, пишите. У меня сегодня пасочка, у меня сегодня, скажите мне, заливное. Вот такая вот, вот такая, холодец. У меня сегодня холодец. Давайте ещё раз. Вот такая вот пасочка. Пасочка не моя, не наша, не сделанная. Она... Может, телефон как-то опустить-то ушёл, я не знаю, как будто бы на потолке висит. Ну, опусти, пожалуйста, тогда. Не, не, рука, 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 да? На, я сбежу, не бежу, не бежу, не бежу, не бежу. На, бежу. На, бежу. Народ, я просто здесь ещё снимаю. Мы снимаем на Ютубе, и вы просто как гости здесь. Да, нормально. Мне нормально и было. Нормально, нормально, всё, хорош. И не заливное, а холодец. Холодец, хорошо. Оно же заливное? Нет. Нет? Ну, не так делается. О, оно сейчас хоть бы чуть-чуть. Лучше? Холодеческое. Коньячина. Да, коньячина. Как раз мы её бахнем сейчас, эту коньячину. Конину, как мы называем её. Итак, дубль номер два. У меня здесь холодец, здесь у меня пасочка. Пасочка приготовлена не нами, она покупная. Никто почему-то не хочет из моих родственников возиться. Здесь у нас яйца. Блин, Пасха была с нами, знаете, поздняя. Было перед Пасхой очень холодно. Пасха как будто бы в какой-то период, знаете, как просто перевернула мир. И просто начало у нас жара, тепло и всё такое. Всё, давайте будем начинать. Я сейчас буду пасочку резать. Потом, конечно же, перемотаю. И, надеюсь, вы увидели, какая это красота. Таёк-макарёк. Вот такая вот она. Это очень было красиво. Нам очень понравилось, как она выглядит. Вот мы её подавали. Нет, ладно. Вот мы её порезали. Давайте будем начинать. Не знаю, как у вас. Мы, когда заходим всегда, первую у нас там рюмка, короче, первая. Мы обязательно должны съесть Пасху. Обязательно должны разглавиться, так говорится. И съесть яичко, как обычно. Всем приятного аппетита. Поехали. Яйца красили. Не мы. Красила мама. Как видите, просто... Это вся краска здесь. Всё, давайте. Очень вкусно. Здесь какие-то пряности. Реально, это прикольно. Типа кардамон или что-то такое. О, да. О, да. О, да. Весь секрет маленький есть. В чём секрет? В том, что хрена нет. Есть у нас горчица. Соня, да что ты будешь делать? Ну, чего ты такая у меня? Какой же ж я не собранный, видите? Она так плохо выковыривается, я уже палочку специальную здесь нашёл. Да, Соня? Вот. И мы будем вот эту горчицу вот так вот просто брать и размазывать. По идее, должно всё получиться. Итак. А, рассказываю. Короче, что я рассказываю. Как всё началось. Давайте, поехали. Будем кушать. Я вам сейчас всё-всё-всё расскажу. Ой. Ммм. А это у нас, типа, коньячок. Но, ну, нет. Мы за, как он называется, за здоровый образ жизни. За ЗОРЖ. Ммм. Ой. Короче, с чего всё началось. Ко мне приехала малая, ну, ребёнок мой. Настя у меня дочка. И мы с ней пели караоке. Пели в ТикТоке это всё дело. Не будешь? Ты не будешь? Осудите меня. Пели караоке, орали, всё хорошо, всё замечательно. Буквально на следующий день. А, у неё очень хорошо получалось в ТикТоке. У неё появились поклонники. Кстати, в моём ТикТоке появились у неё поклонники. Потому что мы совместно делали трансляцию. Очень хорошо у неё получалось. Поёт она прям, ну, короче, рекламу дал, как мог. Потом, буквально через день, то есть через ночь, я с утра встаю, а у меня горло хрипит. Я думаю, блин, ну, наорался. Наорался. Пройдёт. Пройдёт, пошёл на работу, всё хорошо. На следующий день горло не проходит. А оно ещё, знаете, как говорится, ещё глубже. И у меня голос уже такой, знаете, вот будет такой вот. Думаю, неужели я так сорвал голос? Неужели я так старался? Это у меня параллельно ещё ТикТок спрашивает, холодец вкусный. Вот такой народ. Вот. И думаю, блин, ну пройдёт. Потом мне становится хуже. Потом у меня маленькая температурка. Сами понимаете, для мужика 37,2 это самая смертельная температура. Он умирает, он больше жить не хочет. И всё такое. Конечно же, я думаю, ну, какая-то там ерунда. Какая-то там херобора. В майне. Это пройдёт, это у меня обычно вавка выскочит какая-нибудь там на заднице. И всё. Ещё день. И у меня начинается насморк. Ещё день. И у меня начинается кашель. И в таком состоянии я ходил на работу. Я был такой не один. Одевал маску. Температура была у меня почему-то только вечером. Утром её. Хрен добьёшься. Идти к врачу. Ну, вы сами понимаете, в этот период идти к врачу. Тебе сразу пишут ковид. И до свидания. У мор. В итоге, короче, я лечусь своими силами. Я хожу на работу. Температура, как таковой у меня нет. Я имею ввиду, болезнь не прогрессирует. Вот. Но где-то недельки-две я ходил с соплями. Я ходил с голосом. Жене хоть бы хрен. Ну, я имею ввиду. И по барабану. Думаю, слава богу, у неё иммунитет к этой заразе. Думаю, это отлично. Это очень хорошо. Конечно же, с соплями. Конечно же, гнусям голосом. Я не хотел ничего выходить. Особенно в ютуб. Хотя у меня остались видосики. Сразу говорю, народ, будут видосики. Следующая. Если я там буду рассказывать, чтобы был снег и ещё что такое, вы должны понять, что это... Сколько уже? Месяц, да? Месяц меня не было. Короче, видосики небольшой данности. Вот. В общем, всё будет. Я вернулся. Мне было очень приятно, когда люди писали по поводу того, куда ты делся. Сеня, куда ты делся? Почему тебя нет в эфире? Почему ты не выходишь никуда? Вот. И... Народ, тут есть горчица. Мне там пишут. Горчицу возьми. Вот горчица. Мне горчица. Вот она её... Хрен выковыришь оттуда. Я даже, видите, палочку взял. Вот, выковыриваю. Я извиняюсь. Что я... О чем я разговаривал? А... О чем я разговаривал? Я забыл. Проходит... А, та, ради бога. В итоге проходит... Ещё? Да, ну, поздно, слава тебе. Боже. Боже. И мне... Мне делать... Мне делать не переделать потом этот видос. Потом проходит две недели. Я немножечко начинаю выкарабкиваться. И... Просто начинает заболевать моя жена. И такие же самые симптомы. И она так же самая. Проходит все этапы. Хотя мы уже были подготовлены. Купили всякие там вот эти вот... Порошки, таблитосы. Всю эту ерунду она глотает. Нифига не помогает. Это изюм. Вот. Вопрос. Почему она сразу не заболела? Я не знаю. В общем, короче. Ещё две недели с нашей жизни просто шить. Хотя мы старались. Ходить там. У нас, как таковой, болячки не было. Просто голос, нос и сопли. И вообще... Мы очень подозревали, что у нас вот это вот типа... Типа корона или что-то такое. Идёт волна вот этой вакцинации. У нас на работе, в городе, в стране... В общем, идёт эта волна. Но... Очень много людей. От работы, прям и всё. И я сразу говорю. Я не вакцинировался. Я... Как вам сказать? Моё личное мнение, я его не навязываю. Это моё мнение. По поводу короны. Вот. По поводу вот этих вот всяких превью. У меня вопрос сразу же. Эта превьюка даёт хотя бы 90% вероятность, что ты больше не заболеешь. Ответ нет. Она что-нибудь помогает от того, что ты... Как-то будешь себя лучше чувствовать, лучше переносить эту болезнь? Нет. То есть, короче, ты просто-напросто берёшь и запускаешь себе змеи под кожу. Я думаю, понимаете, о чём речь. Для чего это? Что ты делаешь организму? Ты его подвергаешь стрессу. Ещё раз повторяю. Это лично моё мнение. Я его не навязываю. Ой, холодец. Холодец, конечно, бомба. Он из курочки. Даже с косточками. Но это очень вкусно, говорю сразу. Так что просто мы по поводу вот этой вакцинации решили её не делать, если нас не будет прям, как сказать, ну прям просто либо расстрел, либо делайте. Вот такие его дела. Мне было приятно, когда мне писали в инсту, на почту, куда ты пропал, где ты делся, почему мы тебя не видим. Приятного вам тоже. Народ, очень приятно, что вы меня не забыли. Вот, но сначала ещё раз говорю, болезнь, потом лень. На Пасху. Мы поехали на Пасху, это первое число. Кстати, так немножко проехали. Всех с праздником, всех с наступившим, а также с наступающими. У нас прошёл 1 мая, у нас прошёл, демонстрации не было, у нас прошла Пасха. Мы ходили именно на Пасху, ходили, ездили, мы ездили на машине. Людей очень мало, практически нет людей. Я не ходил на кладбище. Никаких там дополнительных автобусов, никаких бесплатных, ничего. Сам хочешь и шлёпаешь. Так что вот такие вот дела. И люди долго там не сидят. Мы поехали туда с утра. Мы где-то где-то с 9 до 11 уже управились, заехали за её мамой. Она живёт на другом конце города. И, короче, съездили. Съездили, повидали и у родственников. Вот, моих, конечно же, я повидать пока не могу. Границы закрыты. Когда они будут открыты, я не могу вам сказать. Так что, увы и ах. Вот. В принципе, вот такие вот у меня в новости. А, будет май, будет 9-е. И я могу сказать одно. У меня 9-го днюха. Как я и проведу? Я думаю, как обычно, по стандарту. Поглашу кумавю. Выйду во двор. Пожарим мяско. И, в принципе, все дела. Если вы как-то хотите по-особенному, хотите с вашим участием, обязательно пишите. Все предложения я рассмотрю. Курица у нас домашняя. Кстати, купленная специально для этого дела домашняя курица. Очень она отличается от выращенной, да, Соня? Кошка, конечно, бомбарбье. Она просто готова меня сожрать. Соня, ну как мне тебе помочь? Давай, знаешь как? Давайте дам кусочек мяска. Угу. Возвращаем традицию поедания мяса Соней. Давай. Все-таки она была на протяжении всего видео практически здесь. И я думаю, она заслужила этот кусочек мяса. Многие меня осуждают. Я уже помню, я говорю сразу, что ты, Соня, дырявая. что я кормлю ее с рук, что она все, шуруй, иди. Все. Вывалила все нахрен. Что как ты можешь этими руками потом есть. Она живет с нами. У нас с ней общие бактерии и спит вместе с нами. Все, все у нас на троих. Так что вот такие его дела. Кошка, спрашивают там, какая кошка, кошка шотландка, прямоухая. Есть британцы, есть шотландцы, есть прямоухие, есть вислоухие. Она у нас маленькая. Она у нас вредная. Она у нас очень любит ласку. Она у нас очень любознательная. еще был прикол. У меня столько новостей. В общем, честно, вот, вы знаете, вот, просто трындец. Как, как, все б так, гнать, если бы оно шло своим чередом, я бы вам все рассказывал, все. А тут просто, просто надо волной, волной вас окатить вот этими всеми новостями. Чистили мы кондиционер. и он принес две сумки со своим оборудованием. Мы побывали во всех сумках сразу же с разгону. И нам в кавычках понравился очень парогенератор. То есть, это такая хрень, которая набирается воды. Туда, вовнутрь, небольшой кусочек воды. подключается это все к сети и он начинает извергать пар. Вот. Не знаю, для нее, наверное, это было, как будто бы змея шипит, но очень любознательная. И она то убежит, то прибежит нюхать. И все вот это вот дело она боролась именно с любознательностью и с боязнью. Вот. Так что было у нас и такое. Еще кондиционер очень хороший попался такой паренек. Говорит, а у меня тоже, говорят, две кошки дома. А эти, они такие, приблизительно, как ваши, маленькие, но не породистые. Но маленькие. Ого! Вот. Короче, он любит животных и все хорошо. Фух. Я уже наелся. Давайте мы это все доедим. Мой желудок уже не помнит, как это кушать такими объемами. Честно, за эти праздники мы подлинились. мы очень распустились и ничего не хотим делать. Давайте брать себя в руки. Давайте есть больше. И нужно доесть все то, что мы запасли. А цены, как двинули цены, вы заметили? Йок-макалек. Весь холодильник у нас в еде. Мы пиво накупили, тоже готовимся, гнюшки. Будем праздновать его на природе. Попробую записать там видос. Надо, не надо? Напишите мне в комментариях. Ого! Вот такие вот делишки, детишки. блин, ну как это съесть, скажите? Сейчас такой ответ молча. И меня вообще понесло. У меня почему-то желание редиски появилось. Есть, есть, есть. Интересно бы не мое прошлое, по поводу желудков и всего остального, всяких болячек, то я бы, наверное, ее ел килограммами. Редиска, конечно, по цене мяса была, но я образно говорю. Вот. Ну, мне ее хотелось, хотелось, хотелось. Сейчас вроде бы как наелся, но надеюсь, гастрит нас не достанет и все такое. Все. Всех благ. Рад был увидеться, пообщаться. Напишите, рады вы или нет. До новых встреч. Пока-пока. Что за трава такая? Что за трава, народ? Все. Выключайся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...